Итак, наследие времен Киевской Руси, Одесский археологический музей. Лучше всего ознакомливаться с этими материалами, предварительно ознакомившись с Скифа-Сармата-Славянским наследием и, соответственно, с Трипольским и Кемерийским наследием, которые хранятся в соответствующих залах Одесского археологического музея. Данные записи можете найти на моем канале. Но постепенно пройдем осматривать, что же у нас присутствует. И кроме орудий труда, которые можно видеть буквально сразу же, зайдя в соответствующий зал по тематике Руси, виден и интересный водосток. Вот это всего лишь водосток. Но зато присмотритесь, как он сделан. То есть, я не буду тут думать, это какая-то машинная обработка камня, как многие интересуются, не машинная. В любом случае, это показатель цивилизации. Это показатель того, что не просто сделали водосток как-нибудь, А специально его еще сделали в виде соответствующей головы какого-то такого существа странного. И на обработку прочного, качественного камня, естественно, ушло достаточно много времени. Не только камень обрабатывали наши предки, но и металл. Данную технологию разработали еще кемерийцы. Тут важно было создать технологию, которой можно пользоваться буквально в походе. Которой можно пользоваться буквально где угодно. Для того, чтобы пользоваться данной технологией, не надо ничего лишнего. По сути дела, из палок, камней и грязи создать печку, и из мехов поддувать в нее. Вот карта Киевской Руси. Вот археологическая карта, которая показывает откуда те или иные артефакты, которые представлены в соответствующем зале Одесского археологического музея. Предметы, на которых также есть сложная солнечная символика. Что, в общем-то, показывает некоторые важные для нас данные. Вообще же, тут не только речь о отдельных поселениях славян, но, в общем, о Киевской Руси и о регионе Одессчины, как неотъемлемой составной части Киевской Руси. Видим множество предметов, орудий, труда, всего-всего-всего, что касается Киевской Руси. И видим, что многое из этого было найдено и в нашем регионе. Потому что Одесса – это Русь. Одесса – это часть Киевской Руси. Вот, собственно, и монеты Киевской Руси. Ранее я уже когда-то говорил о гривнах. Гривны изначально были как спирали, которые одевались на шею. И в более редких случаях гривны меньшего номинала одевались на запястья и лодыжки. Но позднее также, когда нужно было кому-то заплатить много этих гривен, могли плавить их уже не спиралями по отдельности, а целым таким металлическим слитком, который просто своим весом соответствовал размеру определенной спирали. Эти слитки были соответствующей формы. То есть, они были в более таком цилиндрическо-продолговатом виде, что соответствует недорастянутой проволоке. И были в шестиугольном виде, как, в общем-то, классически представляется гривна. Ну, а когда гривны рубили, чтобы создать монеты еще меньшего номинала, то, что получалось, называли рубль. Поэтому рубль – это всего лишь осколок гривны. Вот можно видеть статуэтку богини, статуэтку богини Веды, судя по всей этой атрибутике, которая есть. Если сравнивать, если проводить параллели, то еще можно вспомнить первый зал, еще можно вспомнить разные скифские статуэтки. И, в общем-то, из этого вывести последовательность, вывести понимание, что ничего на наших землях не возникало из ниоткуда и не исчезало в никуда. На наших землях шла последовательность и преемственность в развитии, затухании или использовании тех или иных иконографических подходов или технологий. Можно также осмыслить, осмотреть доспехи Киевской Руси, сравнить, соответственно, данные доспехи с доспехами, допустим, времен Скифии. И, да, несколько отличается материал, отличий достаточно, но общий подход, в принципе, сохраняется тот же самый. Общий подход, который, допустим, у греков, у каких-нибудь китайцев, у римлян, весьма отличается от того, который был, соответственно, у Скифов или в Руси. А между Скифами и Руссию последовательность заметить как раз можно. Рядом тут, кстати, находится рунный камень. Рунный камень обычно приписывается скандинавам, неким готам или уже скандинавам, соответственно, которые скандинавы. Дело в том, что в нашей местности поначалу побывали готы Германариха, а потом уже многократно бывали викинги, которые путешествовали путем из варяг в греки. Ну и, соответственно, чего бы нет, оставляли разные свои памятники, разные свои надписи. Если вспомнить то, что было в прошлых залах, когда можно было видеть сложные рисунки и иероглифику на трипольской посуде, и если еще знать, что параллельно с этим всем на нашей территории было множество греко-римских всевозможных поселений, которые также писали, становится, в общем-то, понятно, что на нашей территории писали очень много кто. Пара лет назад еще была найдена клинописная надпись в Фонагории. Фонагория — это восточная столица Боспорского царства. И это показывает, что, в общем-то, не только какая-то наша архаичная клинопись, которая зафиксирована в каменной могиле, но даже и весьма осовремененная клинопись персидской державы все равно имела свое пусть и ограниченное, но все равно использование на нашей территории. Разные письменности греков, римлян, германцев бывали на нашей территории. Так откуда уж, почему же считать, что нам письменность подарил Кирилл и Мефодий? Хотели бы мы заимствовать письменность от греков, заимствовали бы еще за тысячу лет до Кирилла и Мефодия. Могли бы заимствовать и от скандинавов, и от персов. Но, с другой стороны, а зачем заимствовать, если есть своя? Просто как раз эту же нашу, эту же свою нашу письменность Кирилл и Мефодий исказили, изменили так, чтобы на нее было удобно переводить христианские тексты. Как, в общем-то, и пребывающие в степи Ченеги и Половцы часто модифицировали древние каменные статуи, изменяя антропологические параметры изображаемых там лиц, то есть попросту меняли принадлежность статуй. Была статуя или какого-то древнего бога, или какой-то древней богини, ее так всяк перекоречили, сделали из нее статую, соответственно, половецкого вождя. Там даже груди в некоторых случаях от богини оставлялись. Ну, в общем-то, как бы Половцам что? Главное, памятник своему вождю сделать. И ничего, что как бы, что все с этим плохо. Ну, а историки современные придерживаются той трактовки, что у нас все заносное. Хотя вот и эта посудина, на которой элементы символики, тянущиеся еще из Триполя через Кемерию. Конечно же, какие-нибудь хазары, византийцы во времена Киевской Руси также бывали в Северном Причерноморье. Но культурное влияние их на народы Северного Причерноморья минимально. Если бы Византия сама могла крестить Северное Причерноморье, она бы это сделала. Хазарский Каганат пытался политически подчинить себе Северное Причерноморье, как нынешняя Эрефия пытается сделать это с Украиной. Ну и, в общем-то, так же с Причерноморьем на примере Приднестровья и на примере Грузии. Но как тогда наши предки дали по зубам хазарам, так сейчас наш народ дает по зубам московитам. Вот, в частности, предметы из золотой коллекции Одесского археологического музея. Тут предметы с разных времен, предметы времен Скифии, Сарматии, более поздних времен, и так до Киевской Руси и дальше. Поэтому, в принципе, я это не отделяю в отдельный сюжет, а показываю после коллекции времен Киевской Руси. Но, в принципе, здесь это несколько расширенная тема. Но для более ясной наглядности, последовательности, преемственности поколений, преемственности обычаев, то, что надо. Внизу вы могли видеть пряжки с изображением Всевышнего Птаха, обилие солнечной символики. Все это части, все это составляющие ведической символики. И они на нашей территории с древних времен. Сказать, что они были сюда привнесены, это глупо. Их изображали, осмысляли, переизображали, модифицировали наши предки на протяжении тысячелетий. Как эти пряжки, изображающие Птаха, держащего на груди сваргу. Как многие другие элементы символики, где присутствует ратайская символика, зодиакальная символика, годовая символика, в каких-то случаях сваргиальная символика, свастическая символика, символика аллатара и другие аспекты ведической символики, и каждая из которых передает тот или иной аспект ведического знания. Можно видеть предметы с обилием сердолика. Сердолик – священный камень, которым наши предки активно пользовались. Сердолик – священный камень, почитаемый в рахманской традиции. Тут можно видеть украшения конской сбруи. В частности, по центру, на лбу коня, предполагалось расположение двух знаков ратайи, что, в общем-то, еще и еще раз напоминает о священности данного знака для ведической традиции, для наших предков. То есть, сарматы, кемерийцы, скифы ходили со щитами, на которых была ратайская символика. На их очельях была ратайская символика, и на сбруи их коней была ратайская символика. На их накидках была ратайская символика, и, соответственно, на колчинах была ратайская символика. На очень многом количестве предметов наших предков была ратайская символика. Это крестообразная символика за столетия, за тысячелетия. Если брать еще наскальные всевозможные предметы, то за десятки тысяч лет до прихода христианства на нашей территории. И вообще до возникновения христианства где бы то ни было. Навершие меча с солнечной символикой. Все это золоченое, все это весьма дорогое, все это весьма тонко обработанное, все это весьма символично и весьма элитарно. То, что предполагалось для князей, для праведных воинов. То, что благословляло воинов в бою. То, что напоминало князьям еще и еще раз аспекты ведического знания, аспекты священного равновесия. Вот тут тоже можно видеть знаки ратай. Пусть и несколько по-своему стилизированные. Можно видеть мелкую такую гривну. Можно видеть разные изображения. То есть наши предки имели огромный арсенал символики. Это не один всего лишь знак, не десять знаков. И даже не какой-нибудь список из ста знаков, условно говоря. Это несколько главных разновидностей символики. Как, допустим, трезубообразная символика, ратайская символика, сваргиальная символика, символика латара, свастическая символика, ну и еще штук десять. Но в рамках каждой из данных групп символов существовали сотни, а то и тысячи разных знаков, разных вариаций этих знаков. Какие-то использовались на головных уборах князей и княгинь. Какие-то использовались только в оформлении интерьера зданий. Какие-то использовались для украшения и обережного использования на оружии. Все это имело разную символику, разные грани, разные подсмыслы ведической символики. И все это было читаемо. Все это, кроме того, что это, ну, священный знак, это еще и имело некое философское напутствие для князя, для воина, особенно для, в редких случаях, торговца, который носил на себе эту символику, или, по крайней мере, для представителей любой касты, которые видели на князе, на жреце, на воине данные символы. Некоторые из них, чтобы разглядеть, приходится смотреть через увеличительное стекло, потому что они очень мелкие в своем изготовлении. Данные предметы, которые вы можете видеть сейчас, обычно связывают с греками. Но я считаю это не совсем так однозначным. Конечно же, греки и римляне использовали технологию гравировки прочных небольших камней, которые могли или носить на соответствующих ожерельях, или в качестве кулона, или в качестве печатки. Все это, конечно же, было у греков, у римлян, а ранее еще у персов, и даже у шумеров, и у египтян. Но это было и у наших предков, и, зная то, что находят на территории как раз расселения наших предков, вполне себе могу предположить, что саму идею подобных предметов с мельчайшей символикой также разработали где-нибудь в районе Карпат, возможно, Южных Карпат. Откуда далее это и распространилось и на территорию Египта, и в Переднюю Азию. В отличие от золота, от серебра, неблагородные металлы очень сильно деформируются со временем. Поэтому вы можете видеть данное навершие меча, и, по сути, видеть, что от меча только оно лишь и сохранилось. Понятно, что у наших предков было много самой разной символики, самого разного оружия и орудий, и многое из этого уже попросту потеряно. То, что было сделано из неблагородных металлов, было поглощено коррозией, а то, что было сделано из золота или серебра, было поглощено человеческой жадностью, когда наши курганы грабились намного сильнее, чем, допустим, египетские пирамиды и гробницы. Потому что наши курганы грабили, в принципе, еще и какие-нибудь печенеги с хазарами. А позднее, уже когда данную территорию монопольно грабили московиты, то разные московские помещики также без зазрения совести нанимали чуть ли не тогдашних бомжей, чтобы те перекорячивали курган, выкапывали оттуда все совершенно безжалостно, совершенно без какого-либо зазрения совести, что они раскапывают чужую могилу, что они грабят, по сути дела. Они даже не пытались как-то зафиксировать, что где найдено. Ученые, когда делают подобного рода раскопки, они тщательно и бережливо относятся ко всем слоям почвы, потому что, может быть, там в почве сгнила какая-то ткань. Может быть, где-то несколько волокон ткани еще не догнило, и можно эту ткань как-то изучить. Может, где-то еще что-то. Археологи очень скрупулезны в своем изучении. Когда же российские помещики попросту приказывали Гопоте раскапывать курган, вывозить оттуда золото, и иногда это золото даже попросту переплавлять для повышения, соответственно, богатства данного помещика, это нанесло колоссальный вред для изучения курганов соответственно на территории Украины, на территории, прилегающей к нам Кубани, которая, по сути, также историческая территория Украины, хоть сейчас и находится в составе Российской Федерации. И поэтому у нас украли очень многие страницы нашей истории. Сейчас можно видеть блюдца с знаком Перуна в его центре. Тут G-образная звезда, G-образный цветок в круге. Это знак Перуна. Это знак Перуна как защитника жизненных животворящих сил, как защитника Земли, как защитника цивилизации на Земле, как первого бога атмосферы. Тут виден предмет священной симметрии. Вообще симметрия часто повторяется в ведической символике, в ведическом и околоведическом искусстве. Потому что последователи ведической традиции стремились к совершенству, стремились к порядку. А симметрия является частью этого. В отличие от современных людей, которые почитают расхлябанность, которые почитают расплывчатость, и которые сами являются такими аморфными медузами, расплывшимися возле своих телевизоров, возле своих холодильников, и просматривающих тиктоки, просматривающих еще какую-то фигню, ничего не способных. В отличие от таких вот амеб, последователи ведической традиции, последователи околоведических культов, всегда пытались постичь порядок, всегда пытались привнести порядок, создать порядок, или воссоздать, в зависимости от необходимости. Поэтому и размещали и священную символику, и закодированные в ней ведические знания и на монетах, и на гербах, и на предметах быта, и где только лишь могли. Конечно, как вы могли видеть раньше, и в зале, посвященном Руси, где показано торговлей кораблей, так можно видеть и в этом зале, на примере наличия на нашей территории разных иностранных монет торговля шла очень активно. Не только мы пользовались своими гривнами, но на нашей территории присутствовали и монеты других стран, европейских стран, Византии. Той или иной формы присутствовали, и не московиты создали здесь что-то. Екатерина II всего лишь присвоила себе заслуги казаков, заслуги нашего народа, заслуги французских архитекторов, потому что именно казаки отвоевали Одессу у турков, именно наш народ перестраивал, реконструировал данный город, но, а французы часто были архитекторами при этой реконструкции и построении новых зданий. Евреи активно участвовали в торговле, греки также сразу присоседивались, потому что они имеют исторические связи с данным регионом. Болгары и многие другие народы Северного Причерноморья. А вот московиты за всю свою долгую историю притязаний на данный регион так ничего хорошего, кроме ракет, кроме бомб, кроме смертей, кроме разрушений, ну это нехорошее. А хорошего чего-то они сюда так и не привнесли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!